Зайчик Всю ночь ветер скреб всех в окно когтей. Он бродил по полям и забывал голодным зверем. Бесконечная песня ввелась, словно веревка, сплетенные самых разных тонких крачевно смешивых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая льняные тени. А они-то подходили к кровати, а тот вступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью в старом здании, в которой помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрел в ответ своими глазищами дуплами и шуршало, шумием кивало. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Смутный, мотающийся на ветру, силуэты не причинят бледа. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение. Мне ведь уже двенадцать. Но все же… Убери книгу немедленно. Сколько раз говорила, не читай за столом. Вредно. Сидишь, ссутулился весь. Я послушно отложил книгу о похождении Конана Варвара. Все равно я почитал одну и ту же строчку три раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала, взялась за печенье. Хрустилась с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь их, за стола не встанешь. А я все убираю взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала, из-за бессонной ночи черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тяну, тем холоднее становится комковатая белая масса. Будто медуза с подводной диссией кусту. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу ложка выпала из руки. Мама плеснула стадионным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? Я достану! Десятьсекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацрапанность низ со столешницей? Ка-ли-на. Ах, это же мамина имя. Видимо, это она в действии накалянула с чем-то острым. Оказывается, хулиган бы была. Мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Напомните ей о шалости? Нет. Что-то она не в душе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? О шороха на чудаке. О лесных деблей. Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкратчивым голосом. Тайга – особое место детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься – в беде не бросит. А будешь проказничать – схватит за бачок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно послушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб. Зазывала его ласково гробиком. Он стоял в чулане, в солнце перевождал. Черный, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застегленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зорки не жилые глаза. Я выбрался с под стола. Оля расправилась печеньем, как хитрый зверек поглядал на мою порцию. Я бросил взгляд на из-за надевевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Где?! Похоже на оптические рюзи на задних обложках тетрадок. Вроде пешанина из черточек, но я сейчас сфокусирую взгляд и посмотрю по это определенным углам. Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо! Совсем немного осталось. А, вот! Но все равно не похоже. А я говорю, похоже! Не-а! Похоже! Прекратите! Ну что за дети? Теперь я не мог отыскать лисуну. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листика пива. На кухню вошел папа. Большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачок. Мама, шутясь, упросила папу. Ну, сбрей, колется же. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные говкости. Поля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа. Ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное. Самое убийственное слово на букву Р. Раз не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас сестенка разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец твоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Оля скачала со стула, приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждый вечер с яблока. В прошлом году бабаи в шкафу, сейчас сова. Но я же видела! Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля каприза надула губы, и опрометив вылетела коридор. Раскипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, этот взгляд! Как же неуютно под его прицелом. Папа лишь выпнул и ушел за меня связкой на одинок ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия с русалочки. Это была затетая дадыр-кассетная пленка, которую папа уже склеивала однажды. С вещами все просто. Их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную и остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постель, или съеживалась клубочком под одеялом. Порой скакивал среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Фильмы помогали тлечь от переживаний из-за переезда родителей. А потом Оле привиделась это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима собой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна, и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлую ночь я лежал без сосна и думал о том, что ждет меня в новой школе. Занятие оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинный сменистый коридор. Они приводили к глазу с заполненным детьми. Моученики за партой были темными силуэтами, сонно вырезанными по трафарету контур. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживаю я здесь. Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она скорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось. Не важно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только мечтают найти оплеуху. Поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще скорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Олю просил повесить. Тут рисование меня хоть немного радовало последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую. А ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображай, как мама снимает трубку, говорит холм. Вы не туда попали. Или... Антона нет. Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых образ внезапного. Вы, может, я все-таки понравлюсь новому классу. Кому вообще нравятся ребята в очках с толстяными линзами? Папа в детстве носилочки. А теперь он женат на самой красивой женщине в мире. Моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом бетонный. Девятиэтажный. Жужжал с соседским перфоратором. Угнил телевизором за стеной. Плакал из квартиры многодетного семейства. В теперешний дом язык не поворачивается назвать его, но был совсем другим. Днем тихий, покладистый, тени отдыхают в углах паутине чуланов по лестнице. Но ночью они просыпаются. Что-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесено стену вместо моих рисунков. Крихтят половицы с том ржавые водостойки. Чердак населяют глупые сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе с приятия, пела флейта. Она сономысливала с воем ветра, с похлепоем старого дома. С моими мыслями конец. Я встал и подробился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение. Что никто не может играть там в холодной застежной ночи. Там в поле кто-то танцевал. Черные фигуры едва различными на фоне темного леса, залитые лунным светом. Они резко подпрыгивали и припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной. Но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая вихри снега, растворяясь во мраке и появлялись вновь. Творил что-то странное. Пляска теней безвестной тьмы распаляла воображение и одновременно гоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и, я готов был поглясться, уставились на меня. Внезапно Настя фигура делилась от странных карнавал теней и линулась по полю мощными прыжками, преодолевая расстояние. Она скользила, не оставляя мятин на хрустском Насте, пока угольный тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я опьянул кровать, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость. Как он метится по двору, выискивая вход. Зак ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой. Сон одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. И я вдруг снова вспомнил в похоронах, как бабушка лежала с кистью руки, заострившимися чертами лица, похожая на восковую куклу. А по ножкам стульев, на которой водрузили кровь, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они сберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнули гнездах, и бабуля вновь бы видела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и воем, я шептал эти слова. На острове Буяне, в синем океане, стоять до малины. Несказы и глины, волосы седые, чертям еда. Раба Божьего Антона не тронут никогда. Весы запутут дорогу к дому. Мертвые к мертвому, швое к швому. Непонятные шумы утикли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висенник, колошется штора. И тут ночь ошпарил меня новой порцией кипящего ужаса. Звук рязанул по ушам. Что-то царапало входной дверь. Быстро-быстро скабрил когтями полотно, требуя упустить его. Дверь заперта. Мертвых, кто стал осторожным и вкрутил надежность в замок, помня, как он долго напряженно глядывался в лес, словно выискивал в нем кого. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверил взглядом межком одной двери такую хрипку и слабо перед мощью темноты. И вдруг… Дверная ручка робко повернулась, затем дернулась раз в другой, будто у того, кто пытался открыть дверь не было рук, крючка вновь кивнула и неожиданно за счет было межком, а страх у меня свелочек с ногу пальцев, тонкая лекиян, дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стал в ветром в жестенных мудостоках. Сейчас, сейчас ты увидишь. И распахнулась. Тема кишела, броженного упасть и в район. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая чёрными крыльями, то скрипя не смазанными петлями. Рак был паутин, облепивший угол комнаты, я дрожав в его комнате не ждал, когда из чёрного провала гостеплиток по садкам паутин. Вышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопло. Но прежде чем я закричал, дината спросила. Ты спишь? Тоша? Бледное лицо сестры выплыло с густой тенью, я готов было скинуть от облегчения. Оля? Я не сплю. Что случилось? Носик Оли смочился, а нижняя губа отопырилась. Вены признав, что секунду на секунду сестра расплачется. Он опять прилетел и пялится на меня. Оля? Прогони её, Тоша! Прогони, пожалуйста! Я так боюсь! Страх, только что отеждавший меня, уполз и притягивался где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля скрипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдём к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему спящий красавица принца? У меня это страшная птица! Вопрос застав врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались. Расплывались. Что это было? Что усматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? Как онному стеклу прижималась тьма, её не обманешь старыми бабушкиными заковырами. Не проведёшь, уложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Туша, ты идёшь? Да, да, сейчас. Он потест. Эх, не хочу. Есть. Мелых, не хочу. Малышки. Прибывай. Эх! Ах! Эх! 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 Эх!